Собралась я тут видео снимать, а тут вот пушистое чудо на самодельном штативе оказалось. У меня штативом служит кладельная доска и стопка книг, и вот Пуша уже доску заняла. Да, Пушань? Ты всем привет передаешь? Ты передаешь всем привет? Так, камера-мотор. Всем привет, ребят, с вами я, Лера. Сегодня я снимаю немного не в том формате, в каком снимала обычно, потому что обычно я снимала видео на камеру, но что-то я сегодня её взяла, и она отказалась включаться вообще. Я надеюсь, что она жива, что её просто нужно зарядить. Но это я проверю чуть позже, так как зарядку ещё мне предстоит найти. Ну а сегодня мы с вами подводим итоги третьего курса. Так, третий курс оказался тяжёлым, особенно оказалась тяжёлая сессия второго семестра, о чём, собственно, старшекурсники предупреждали. Но, как говорится, нужно сначала проверить на себе. Я проверила, это действительно оказалось так. На сессии зимой нам предстояло сдать только аналитическую химию и квантовую химию и механику. И аналитическая химия была довольно, я бы сказала, несложной. Не скажу, что прям простой, но несложной. Не так, как было во втором семестре. Квантовая химия для меня была тяжёлой. Спасибо другу, который со мной занимался. И в итоге я получила четвёрку. Это было очень весело. Весёлый был экзамен. Долгий, но весёлый. По аналитической химии всё прошло, как обычно. Ну, почему-то аналитики любят проводить экзамены в основном в письменном формате. То есть ты пишешь, тебе говорят оценку, на которую ты написал. Если ты с ней согласен, то тебя расписываются в зачётке, то уходишь. А если не согласен, тогда уже вступаешь в диалог или дописываешь, что там не дописал. Ну, дописывание больше было во втором семестре на экзамене по аналитике. Аналитика во втором семестре была намного сложнее. Мне было сложно запоминать все эти аппаратуру, как что строится. Во втором семестре мы сдавали снова, как я уже сказала, аналитическую химию. Также присоединилась коллоидная химия, органическая химия в виде зачёта. Но что зачёт, что экзамен примерно одинаково проходит. Поэтому перечисляю её к этому комплекту. И также строение вещества. По строению вещества мне очень помог мой друг-однокурсник, который занимался три дня подряд по три часа в день. И с нуля дотянул меня до уровня четвёрки. По итогу, правда, мне четвёрку поставили автоматом, и мне ничего не пришлось писать. Но зато теперь я действительно знаю на эту четвёрку, и она поставлена справедливо, чем если бы был просто автомат, и я ничего бы не знала. У меня все экзамены сданы на четвёрки, только курсовая на пятёрку, и практика закрыта на пятёрку. Курсовая и практика у меня были объединены. Курсовая была по аналитической химии, но у меня по большей части получилась органическая химия. Но я, в принципе, не возражаю. Самый любимый предмет на данный момент в ВУЗе. И он у нас будет ещё полгода идти. Сейчас мы закончили на простых эфирах. Мы прошли их последними. Дальше уже будем более сложные органические соединения изучать, и я думаю, будет ещё интереснее. А также, что хочу сказать по поводу сдачи курсовой работы. Она для меня была очень стрессовой, потому что неожиданно решили пойти по списку. И мне сказали, что на защите диплома тоже идут по списку. Но я думаю, с одной стороны, это даже хорошо. Отстрелившись и сидишь себе спокойно. Но когда день в день ты узнаёшь, что ты идёшь первой, я такая, ааа, помогите, спасите. Благо мне сказали, что хорошо держалась за поступление, если по отдельным расчётам стояло 4,8. И я считаю, что для меня это довольно большое достижение, так как поняла, что боязнь сцены так за один раз прям конкретно не преодолеть. То есть как её можно преодолеть, но преодолевать её придётся ещё много-много раз. И добиваться всё больше и больше уверенности в своих силах. И это классно, потому что с каждым выступлением можно расти и продолжать, собственно, стремиться к наилучшему результату. Что могу сказать про подведение итогов не только в плане оценок за сессию, но в плане того, что изменилось в этом году. Да, последний раз мы с вами виделись в 23-м году. Именно вот так. А теперь увидимся уже в 24-м. По сравнению с 23-м годом изменилось довольно многое. Я очень рада тому, что есть сейчас. И этот год в первую очередь, точнее, ну, учебный год, будем... В общем, представим такой переход в 23-й, переход в 24-й. Представим это вот таким путём. Поэтому, надеюсь, ясно выразилось, этот учебный год научил меня тому, что... Тому, что даже если вам кажется, что всё рушится, и в вашей жизни всё абсолютно идёт кувырком, всё не так, всё плохо, знайте, что по-любому дальше будет намного-намного лучше, и что эти изменения нужны, они очень важны, несмотря на то, что бывает нам от них очень плохо и неприятно. Происходит как бы разрушение старой жизни, но приходит же что-то новое. Приходят новые друзья, новые события происходят, которые ещё лучше, доставляют вам намного больше положительных эмоций. Такое происходит, переконструирование вашей жизни, что приводит, собственно, и новому превращению, приводит, собственно, к новому тебе самому. То есть ты новый, у тебя уже и друзья новые, старые друзья, которые должны остаться в твоей жизни, они и остаются. И ты с ними продолжаешь, естественно, поддерживать связь. Всё обновляется, меняется, и мы не можем как-то жить просто в каком-то постоянном потоке, когда всё суперстабильно, всё как-то обыденно и даже скучно. Так не бывает, изменения очень нужны. Вот такой вывод я сделала в первую очередь. Это самый глобальный вывод, которому я рада. Я рада, что я к этому всё-таки пришла и осознала, что изменения, они нужны, они помогают преобразоваться, стать новым и, может быть, даже совершенно другим человеком. И я очень благодарна за то, кем я сейчас являюсь, благодаря своим друзьям, семье и всем тем событиям, которые происходят в моей жизни. Также этот учебный год показал в очередной раз, что сдаваться никогда нельзя. И что если тебе кажется, что вот сейчас у тебя сил уже нет, что такое, уже всё, то непременно откроется второе дыхание, это точно произойдёт. Как было, опять же, вернусь к сессии, когда у меня в один день стоял зачёт по аналитике, на следующий же день органика, и казалось просто невозможно выучить всё это за такой короткий срок. Ну, естественно, нужно было учиться и в течение года, что я делала, но не всё получалось изучать прям так постепенно. Всё пошло вообще не по плану на сессии. То есть я думала, там, за месяц просчитала примерно пять билетов в день, два билета в день, три билета в день. Нет, получилось вообще не так. Но я просто прохожу уже с аналитикой, думаю, господи, мне ещё кучу органики потянуть надо. Я говорю, нет, я всё пройду. Я хотя бы не супер классно, не супер знать это всё буду, но я это всё успею пройти, хотя бы чтобы логически, если что, пойти к нужному ответу. И это опять же к тому, что какими бы страшными не были обстоятельства, всё мы можем преодолеть, всё в наших силах, нужно только взять себя в руки и захотеть, и вперёд. Меня даже здесь поддерживала моя кошка, которая говорила мне, что Лера, уже ночь, пора ложиться спать, типа заканчивай учиться, всё, хватит, иди отдыхай. И в последний день я почему-то прям уходила спать, не трогала меня вообще, типа, о, она там мучает бороду какую-то, пойду отсюда, сообщу ей, когда спать пора ложиться. У меня очень умная кошка. Пушинку тоже очень люблю. Спасибо ей за заботу обо мне. В общем, очень интересные получились дни. Надеюсь, что это лето будет тоже захватывающим, интересным, что будет много положительных событий, и что ещё много-много приключений нас ждёт впереди. И я не верю, что это уже четвёртый курс. То есть как четвёртый курс? Недавно поступал уже четвёртый курс, но для меня это не последний учебный год, так как я специалитет, и учиться ещё два года. Но по сути прям супер насыщенный именно парами, как я понимаю. Именно четвёртый курс будет последний. Пятый курс идёт в основном на написание диплома, но это не точно. Но посмотрим, что ещё ждёт нас впереди. Надеюсь, что много радостных новых открытий, интересных событий, ярких приключений, эмоций. В этом году, благодаря моим друзьям, я даже сделала то, на что сроду бы никогда не решилась. Они помогали мне как-то побороть свой страх, и я понимаю, что как бы да, жизнь действительно одна, и нужно использовать эти возможности, преодолевать себя, потому что потом ты будешь за это благодарен, за подаренные эмоции, впечатления, что нужно пробовать, путешествовать, открывать, узнавать. В общем, я очень рада, что я этому научилась. Мограммное спасибо всем, кто был всё это время со мной, кто из моей жизни ушёл. Я в любом случае всем благодарна, и желаю всем добра, приключений, путешествий и всего самого наилучшего. Желаю провести это лето на отлично и набраться сил к новому учебному году. И надеюсь, что скоро мы с вами увидимся в новом ролике. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Всем здоровья и добра. Всех люблю. Пока-пока.